Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня мы будем выживать в игре Террария. Те, кто играли в эту игру, поймут, о чём сейчас идёт речь. Ну и всё же, те, кто не играли в эту игру, сейчас поймут, о чём эта игра. Ну что ж, я создал только что новый мир, но со мной уже были несколько вещей. То есть, я уже до этого создавал другие миры, и в них я уже искал свои вещи. Ну что ж, я уже вижу первый сундучок, который мы сегодня откроем. Да, но лут довольно лутовый, то есть... Ну это не лут, друзья, это так себе, честно. Ну давайте всё равно это заберём, заберём, баночки мне потом понадобятся. Ну и давайте уходить наружу, друзья. Так. И если кто-то начал играть Террарию, то обязательно разбивайте такие ковшинки, потому что из них может выпасть что-то довольно ценное. Ну конечно, прям ценам их не будет, но всё же может выпасть уреген, факелая или что-то ещё. Но всё же разбивайте их, друзья. Одних толку будет, конечно, мало, но всё же толку от них будет. Ну давайте углубляться в эти джунгли, и может быть что-нибудь найдём. И опять же, кто только начал играть, сразу всем скажу. В джунглях самый дорогой лут. Если вы найдёте пещеру, то сразу спускайте с неё. Потому что там вы можете найти столько сундуков, сколько вы найдёте просто на поверхности этого мира, или там где-то ещё. Ну давайте потихонечку будем спускаться в мир, точнее в эту пещеру. Ну и лучше, наверное, возьму я факела вместо этого сачка, чтобы нам всё было видно. Так, уже начались муторки, друзья. И летучи мыши здесь совершенно опасны, потому что они могут вас даже сильно убить. Не то чтобы колечить, они могут вас и вправду сильно, очень сильно убить. Ну и вот эти пчёлы меня очень сильно билили. Если так, да... Нет, нет. Уйди, уйди. Друзья, мы, наверное, не успеем всё-таки прикопать туда. У меня очень мало ХП. Ну, уходи, выходи. Нет, нет. Да блин, вы издеваетесь. Вы издеваетесь в пол ХП, друзья. Уходим. Ну, конечно. Ну, конечно. Ладно, ничего страшного. Мы вернёмся на это место немного позже. Сейчас мы боимся. Ну что ж, давайте отправляться туда. Дорогу я помню, поэтому всё нормально. Да, и кстати, после вашей смерти вы будете терять только ваши деньги. А если кто-то не понял, то деньги нужны для... Для торговли с настоящими жителями. Как это происходит в Майнкрафте. Но торговля здесь маленько другая. А продавец торгует теми вещами, которые у него есть. Но через некоторое время, может быть через день, через два дня, у него могут появляться просто-напросто, просто так, новые вещи. И в этой игре здесь очень классная вещь. Если у вас, допустим, там 31 октября, если не ошибаюсь, Хэллоуин, то здесь будут ходить вещи из Хэллоуина. Например, будут ходить в зомби-масках. Если вы их убьёте, то может выпасть, к примеру, маску Крипера или там кого-нибудь ещё. То есть, даже если Новый год будет, то здесь будут новогодние подарочки, друзья, которые вы сможете открывать. Да, это очень классно придумано. И под каждый американский праздник здесь всё сделано. Потому что разработчики террорий — это Америка. И получается, все праздники Америки сочтены в этой игре. Поэтому нужно знать все праздники, вправду, этой страны, друзья. Ну, мы давайте будем спускаться вот в эту пещерку или домик, могу назвать её так. Ну, ух ты, ух ты, что-то я вижу, это у нас удочка. Многие подумали, это лук. Но я тоже так подумал, что это лук. Но это не лук. Так, давайте освободимся от лишних вещей. Заберём вот это, точнее, выкинем, можно сказать, туда. О, так. Так. Так, подождите. Да. Всё. Отлично. Ну и давайте теперь заберём. Так, где ли? Давайте заберём вот эту призу. И давайте, наверное, заберём у нас вот эту удочку. Она мне очень понравилась. Поэтому всё, теперь давайте выходить. Ух ты, ух ты, мы забрели самое... Не хочу. Ну, давайте, наверное, мы будем выбираться, друзья. Моим любимым способом просто копать вниз. Ну, сразу говорю, что здесь ничего бояться вы не можете. К примеру, если вы будете копать в Майнкрафте, то вы можете набречь на лаву, друзья. Тем самым вы, можно сказать, найдёте себе приключения на жопу. Ну, здесь приключения это только злые мобы. Но если спутитесь совсем глубоко, то да, там уже можете попасть на лаву. После чего из лавы уже будет виден ад, друзья. Да, здесь и правду разделён ад с внешним миром. То есть, если распускать глубоко, вы попадаете в настоящий ад. Друзья, это ад только в терраре. Не думать, что это настоящий ад. Не путайте его. Ну, летучая мушка, ты меня очень бесишь. У неё ещё очень много хп. Если вы, как я, только начал играть. Ну, друзья, если честно, я вам признаюсь, что играю эту игру уже год. И поэтому некоторые вещи я уже знаю. И здесь очень муторно делать новые вещи. Чтобы сделать новые вещи, нужно сделать сначала верстак. А потом, чтобы изготовлять, к примеру, оружие, вам придётся сделать наковальню. А чтобы приплавлять руды, придётся сделать печку. И крафты у них довольно дорогие. Чтобы сделать наковальню, понадобится не только слитков железа. Как понимаете, приплавлять мы ничего не можем. Поэтому слитки железа вам придётся искать на сундуках. Поэтому, если вы вдруг встретили железо, то никогда и ни в каком случае его не выкидывайте. Берите его всегда с собой. Потому что из него делаются наковальни. Друзья, вдруг вы её потеряете. Сделали, потеряли. А железа у вас больше нет. И поэтому, конечно, копите. Копите. Ну, если у вас его очень много. Или вы слишком богаты в террории. То, конечно, вам он будет не нужен. К примеру, вот эта руда, друзья, бронза, или как это называется. То от неё толку вообще никакого. Потому что броня из неё вообще никакая. Ну, конечно, для первого раза броня пойдёт. Но, по идее, бронза страничается очень часто. И из неё очень много можно сделать брони. И крафт брони очень дорогой. Потому что, наверное, где-то 60... Я вру, друзья, вру. 40-50 тратится всего лишь на шлем. Это столько руд, друзья, понадобится, чтобы сделать всего лишь одну вещь. Представьте себе, какой дорогой здесь крафт. Это очень дорогой крафт. К примеру, в Майнкрафте понадобится всего лишь там... Ну, 10, допустим, алмазов или железа, чтобы сготовить нагрудник. Ну, а здесь это просто очень большие суммы. Ну, и опять же, нас убили в этой пещерке. Поэтому давайте сюда больше спускаться, наверное, не будем. Да, без всякого лута спуститься мы не можем. Ну, конечно, у меня сегодня же деревянный меч. Это самый стартовый меч. Но мне нужен хотя бы там железный меч, который будет наносить хотя бы 10 урона. Наносить. И с помощью него сможем нормально уже выживать. Но, кстати, друзья, здесь есть два вида меча. Это меч. И если я не ошибаюсь, друзья, я уже забыл, что это может быть. Но есть меч. И есть... Я не помню. Ну, короче, есть еще одна вещь. Но в любом случае делайте, конечно, меч. А, есть кинжал, друзья. Кинжал, вроде, называется. Никогда в жизни не делайте кинжал. Потому что толку от него нет. Если вы увидите, что он наносит больше урона, то это просто бредня, друзья. Он используется совершенно по-другому. То есть, меч в любом случае лучше. Но вот такую пещерку мы нашли. Вот такую пирамиду, можно сказать, нашли. Как видите, террария чем-то схожа с Майнкрафтом. Есть очень много разных похожих вещей. Так. Ух ты, ух ты. Вот эту пещеную бурю вы, конечно, берите. Потому что она добавляет вам двойной прыжок. По примеру, если вы глубоко очень зашли, то есть, очень глубокая пещера, то с помощью этой штуки вы сможете двойне раз-два раза прыгнуть. Как видите, у меня появляется такая пыль. И сейчас я вам покажу, как она работает. Но работает она очень классно. Вот такая штучка, к примеру, друзья. Ух ты, ух ты, что это за фигня. Так, ладно, давайте тратить свое время на нее не будем. Просто перепрыгнем и уйдем. Потому что с лута лут с нее попадает никакой, друзья. То есть, лута с мобой здесь очень дешевый. То есть, даже бывает, что никакой лут. Но есть у меня сачок. Да, вы видели сачок. Многие спрашивают, зачем тебе сачок. Но с помощью сачка вы сможете ловить вот этих уток, белок, рыбок. И потом вы сможете их использовать на наживку. Да, и с помощью больших, к примеру, уток вы сможете ловить больших, очень больших громадных рыб. И если вы нашли там остров, то срочно направляйтесь на поиски, друзья, рыбника, который вы сможете разбудить. И после чего он будет давать вам разные квесты. И за выполнение квеста он будет давать довольно классные вещи. Но квесты у него довольно забавные. То есть, они у него со смыслом. Поэтому выполнять их будет сложно. И вещи, как сказал он, будут довольно крутые. Да, сейчас, наверное, многим мало что видно из-за темноты. Да, чироли. Вот. Ну, тут у нас уже, можно сказать, напали на зомби и летучий глаз. Да. Друзья, опять же, конечно, зимонические глаза убивайте. Потому что с них может выпасть босс, которого сможете призвать и убить. Босс довольно слабый. Если у вас довольно много вещей. Ну, например, если у вас хотя бы есть какой-нибудь там пистолет, друзья. Или хотя бы, хотя бы золотой меч. То с помощью него сможете убить запросто вот этот глаз. Ну, и надо при себе, конечно, иметь броньку. Да, что-то зомби очень много. Ну, и многие спросят, наверное, почему я так очень плохо отношусь к этим кроликам. То есть, я убиваю почти постоянно этих кроликов. И, кстати, вот этот сундук я даже не заметил. Ну, мы вернемся к кроликам, убивая кроликов. Потому что, когда входит кровавая луна, то эти кролики превращаются из милых существ. Очень-очень плохих существ, которые будут вас пытаться всячески убить, друзья. То есть, они очень плохими становятся. Можно сказать, агрессивными. Я не знаю, как их еще назвать. Поэтому убивать их, конечно, нужно. Ну, или вы можете собрать их в сачок. После чего вы будете их скармливать рыбам большим или маленьким рыбкам. Ну, маленькие рыбки, конечно, кроликов есть не будут. Но размножать вы их, к сожалению, здесь не сможете. Такой функции в Террарии пока что нет. Но мы будем ждать обновлений. И с каждым обновлением в Террарии добавляется все больше новых вещей. Ну, и в том числе больше багов, которые я со временем начинаю замечать, друзья. Ну, я вижу очень-очень много чего-то мобов у нас появляется. Хотя еще не кровавая луна. И при кровавой луне все озера становятся красными. Даже моря, друзья, превращается в красный цвет. То есть, это просто великолепно. И вдруг, если вы встретили конец карты, то есть, очень много моря, то срочно сходите в это море. Потому что на дне океана или моря вы можете встретить воду зону, в котором будут довольно прикольные вещи. К примеру, пляжный мячик, оружие трезубца или что-нибудь еще. Или там подводное дыхание, которое вам даст просто... Ну, или плавники, друзья. Вы увидите все сами, когда опуститесь на такой океан. Ну, это, по идее, там вещи не такие уж колоссные. Но все же они могут вам помочь в какой-нибудь бою. Ну, вот этот трезубец носит где-то 14-13 хп. Поэтому он будет довольно полезен. Так, дружки, что-то у вас здесь слишком много. Я, наверное, вас не убью с помощью вот этой штучки. Потому что она делает не то, что я хочу. Ну, мы, наверное, давайте сейчас... Сейчас перепрыгнем. Так, все, отвеньте, отвеньте, друзья. Все, давайте туда пойдем. И, наверное, мы там закончим нашу серию. Если хотите продолжение, то пишите в комментарии. Потому что многим может мне понравиться эта игра. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.